Стать воспитанниками школ Олимпийского резерва – мечта многих детей, и не только в Иркутской области. Ведь конкуренция и требования в этих заведениях достаточно высокие. Однако в нашем регионе впервые в истории учащимися подобных статусных учреждений стали ребята с инвалидностью. Их истории знает Павел Желудев. Беговая дорожка и фитболы – не только спортивные снаряды, но и средства побороть физические недуги и застенчивость. Для ангарского тренера Александра Варенкова работа с детьми-инвалидами стала делом жизни. В его секции занимаются почти 250 ребятишек с разными заболеваниями. Почти все приходят сюда со скромными целями, но в ходе тренировок приоритеты меняются. И главная наша задача стоит выполнять нормативы физической подготовки, которые не к спорту инвалидов, а именно к здоровому, как больше внедрять. Мы вполне уверены, что 45-50% детей с ограниченными возможностями можно направлять в обыкновенные секции. Они будут точно так же. То есть от паралимпийского спорта к олимпийскому. Инклюзивный спорт в последние годы – явление популярное в России, но серьезных результатов удалось добиться только в нашем регионе. Назар слабо слышит с самого рождения. Родители старались по возможности открыть для него окружающий мир. Спорт стал самым действенным средством. После нескольких лет занятий в секции Александра Варенкова Назар смог попасть в обычную спортивную школу. Сейчас занимается волейболом. В области он один такой, но свою необычность совсем не чувствует. Я занимаюсь этим спортом. Прыгаю, кидаю, скакать, бегаю. Я чувствую, как они. Я выполняю задание тренера. Пока Назар только выполняет задание, выпускница той же секции Настя Кузьмина сама учится тренерскому ремеслу. Девушка также инвалид с детства. Но травма ноги не помешала ей заниматься плаванием. Когда победа над собой была одержана, Настя решила пойти дальше и сдала общие экзамены в училище Олимпийского резерва. И поступила. В России таких случаев еще не было. В самом учреждении к студентке повышенное внимание. Данный эксперимент, в общем, первый. И мы таких сверхзадач перед собой не ставили. Самая главная задача была – это воспитание толерантности наших детей, обучающихся в училище Олимпийского резерва. И скорее посмотреть, как у нее будет проходить социализация в такой здоровой среде. Если эксперимент окажется успешным, в ближайшее время в школе Олимпийского резерва может появиться новое отделение. Именно для детей-инвалидов. Ведь сдаваться совсем не в характере таких ребят. А для спорта – это залог успеха. Павел Жолудев. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова